Девушки отдыхают Девушки отдыхают Но что еще хуже, многие руководители церкви не увещевают таких людей с любовью Если мы будем терпимо относиться ко греху, если не будем каяться, то мы откроем себя и для других грехов Я молюсь, чтобы те, кто еще не раскаялись в своих грехах, сделали это Сегодня мы гордимся тем, что нас называют терпимыми христианами Это означает, что мы терпим любые греховные поступки, терпим неверие В наше время грех в церкви — это норма Мы гордимся тем, что нас не называют фанатиками И это означает, что мы не только любим грешников, но и любим грех Этот список можно продолжать и продолжать, тогда как нам впору плакать о грехе Дорогие друзья, я плачу о своих грехах и о грехах других людей В пятой главе первого послания Коринфянам Мы видим плач апостола о грехе, что, вероятно, более актуально для нас сегодня, чем когда-либо за две тысячи лет христианской истории Потому что коринфские верующие были полны решимости жить по нормам их культуры Вместо того, чтобы полагаться на авторитет Слова Божьего, как и многие исповедующие христианство сегодня Они были полны решимости объяснить грех проявлением любви, благодати, культурной значимостью Они оправдывали грех, потому что не хотели звучать оскорбительно Они хотели выглядеть с понимающими, охотно крестили в воде тех, кто сознательно и гордо вел греховный образ жизни Друзья, послушайте, прошло две тысячи лет Мы прошли полный круг и видим сегодня то же самое И у меня возникает вопрос, а не значит ли это, что конец уже очень скоро? И здесь, в пятой главе, апостол Павел начинает разбираться с грехом плоти Это пятый стих И также с другими грехами в церкви Вообще, в пятой главе он обращает свое внимание на терпимость к сексуальному греху в церкви Мы видим, что в пятой главе он обращает свое внимание на то, что компромисс с авторитетом Слова Божьего Всегда, и я повторю это, всегда приводит к тому, что человек становится более открытым и к другим грехам также Но я прошу вас не поймите эту главу неправильно Я хочу, чтобы вы четко видели, о чем болело сердце Павла и какое бремя было у него на сердце Он не просто констатирует сам факт греха Он разбирается с грехом, называет его и объясняет, почему грех остается грехом, как бы его не рационализировали Но самая большая, сердечная боль для Павла Это то, что церковь приняла этот грех и одобрила его Вот это основная тема данной главы Послушайте, мои друзья, мы грешим У нас есть плоть, и я объяснил это вам несколько недель тому назад Некоторые могут грешить, потому что заблудились Другие грешат, потому что введены в заблуждение Это так Есть люди, которые грешат, потому что их дезинформировали Но что еще хуже, многие руководители церкви не увещевают таких людей с любовью Церковное руководство небрежно рационализирует и оправдывает грехи вместо того, чтобы увещевать Терпимость ко греху и отказ от раскаяния сделают нас восприимчивыми к другим грехам Мы посмотрим с вами 1 и 2 стихи 5 главы 1 послания Коринфянам И первое, что Павлу пришлось показать Коринфянам, это что безнравственность есть безнравственность, как бы вы ее ни называли Пока вы не разберетесь со своим аморальным поведением, как бы вы ни философствовали, это не изменит того, что вы грешите Павел здесь использует греческое слово «порния», от которого произошло наше слово «порнография» Широкое определение этого термина включает любые действия сексуального характера за пределами гетеросексуальных отношений в браке Коринфской церкви под термином «порния» имелось в виду кровосмешение И в этом случае Павел говорит, что это незаконно даже по римскому праву Даже языческий Рим считает инцест грехом И все же верующие в Иисуса Христа терпели этот грех в своей церкви Так что позвольте мне очень быстренько провести вам урок грамматики Время глагола здесь очень важно, потому что оно указывает на то, что это не просто разовый грех Здесь не имеется в виду, что человек упал в грех из-за короткой неосмотрительности или непродолжительной интрижки О нет, время глагола очень важно, потому что это повторяющийся проступок Есть огромная разница между тем, кто, идя с Господом, почувствовал искушение И затем возвращается к Господу и другим человеком Который продолжает и продолжает грешить, и для него грех норма Вот с чем тут разбирается апостол Павел Он говорит Коринфской церкви, вы должны в раскаянии плакать о грехе Но ни в коем случае не благословлять грех Я хочу быть предельно ясным Послушайте Для меня это очень личное Вполне возможно, что однажды наступит день, когда меня выведут из этого зала в наручниках Но я никогда не побоюсь назвать грех грехом Будь то в моей жизни или в жизни кого бы то ни было еще Я ответственен Прежде всего я обличаю собственный грех, а потом уже обличаю других Во втором стихе апостол Павел говорит Вы должны оплакивать грех, как если бы вы оплакивали смерть в семье Мы с вами знаем, что многие люди в нашей стране молятся о пробуждении Послушайте, продолжайте молиться, но я скажу вам Основываясь на авторитете Слова Божьего и моем знании историй Различных пробуждений Не будет пробуждения Пока верующие не очистятся перед Богом и не будут оплакивать свои грехи Я знаю, что идея оплакивать грех нелогична для современных прихожан Я это знаю Я знаю, что это имеет смысл только для тех, кто любит Иисуса всем сердцем Я твердо знаю, что тысячи коленей не преклонились перед валом Об этом свидетельствует тот факт, что вы здесь Я знаю, что для тех, кто смотрит на крест и говорит Иисус, ты сделал это для меня Ты умер за мои грехи Ты оставался на кресте, чтобы я получил прощение и искупление Иисус, ты пролил свою кровь, чтобы я мог освободиться от греха Иметь власть над грехом И грех уже не имеет власти надо мною Друзья, когда с грехом не разбираются Когда в грехе не раскаиваются Когда грех не исповедуется полностью Когда грех не очищен Не может быть радости Господа И не может быть силы в жизни этого человека Никогда не забывайте, что церковь Иисуса Мы с вами, и все верующие, мы невеста Христа Но если человек отказывается каяться Тогда церковь должна отпустить этого человека Это не мои слова, не я устанавливаю правила Так говорит Библия Почему же так? Потому что когда этот человек выйдет Из-под покрова Слова Божьего Из-под покрова тела Христова Он будет совсем один Он будет полностью отделен от любящей поддержки Заботы и общения других верующих Именно это имел в виду Павел Говоря предать сатане Друзья, Бог мне свидетель Всякий раз, когда я читаю 5 стих 5 главы У меня на глазах выступают слезы Отметьте себе это место 5 глава 5 стих Почему же Павел решительно принимает меры И предает упорного, непреклонного грешника В руки сатаны? На то есть две причины Прежде всего, чтобы привести этого человека к покаянию Это всегда является основной целью и главным желанием Ну а во-вторых, чтобы не запачкать его грехом И остальную часть церкви Принимая какие-либо радикальные меры Мы должны исходить из искреннего желания Привести упорного грешника к покаянию Никогда целью не является нанести вред человеку Или причинить ему боль Но если этот человек упорно отказывается покаяться Тогда сатана совершенно точно добьется своего С этим человеком А почему? Да потому что этот человек вышел из-под покрова Бога Согласно 5 стиху Возможно, этому человеку даже придется потерять свою жизнь Для того, чтобы Бог мог спасти его душу Павел здесь говорит о человеке, который является истинным Божьим детем Об избранном Богом О верующем человеке О том, кто усыновлен Богом Иисус сказал Воля же пославшего меня Отца Есть та, чтобы из того, что он мне дал Ничего не погубить Итак, для того, чтобы Бог мог спасти свое дитя Упорствующее в грехах Он даже позволит ему или ей потерять свою жизнь Дабы душа этого человека Могла быть спасена навеки И вот вам хорошая новость Из 2-го послания Коринфянам 2-й главы А это отрывок с 5-го по 11-й стихи Мы знаем, что и тот грешник в Коринфской церкви И вся церковь покаялись Разве это не отличная новость? Это прекрасная новость Истинная цель любого наказания Любого дисциплинарного метода Восстановить человека через покаяние И я молюсь о том Чтобы если кто-то здесь и упорствует во грехе Если кто-то не раскаялся в своем грехе Никогда не исповедовал греха Чтобы сегодня для вас настал этот день Не рискуйте своей жизнью Потому что если вы упорствуете во грехе Если вы полны решимости Никогда не исповедовать Никогда не каяться в своем грехе Тогда вы предоставлены сами себе И это очень страшно Вторую причину Этой решительной меры мы видим в 6-м стихе Посмотрим это место Это удерживает остальную часть церкви От полного погружения в грех Павел сказал Нечем вам хвалиться А что он имел в виду? Нечем вам хвалиться В то время как коринфские верующие Терпели безнравственность Проявляли терпимость к концесту в церкви Они хвастались своей численностью Хвастались своим бюджетом Тем, сколько у них зданий и территорий Своей деятельностью и талантами И дальше в этой серии Вы увидите, что они много хвалились И пока они хвалились тем Как много у них членов церкви Они проявляли терпимость ко греху Павел говорит Небольшое количество закваски Может проникнуть в тесто И повлиять на него Мудрый пекарь знает Что когда тесто достигает определенной высоты Его нужно поставить в духовку Для чего? Для того, чтобы остановить процесс закваски Которая может испортить хороший хлеб Способный накормить людей Закваска испортит хлеб Друзья, вот что происходит Если с грехом не разобраться быстро и радикально Бог сказал израильтянам Когда они бежали из Египта Чтобы они не брали с собой никакого квасного хлеба Не берите никакой закваски Они не должны были обременять себя тем Что несут с собой свою старую египетскую жизнь И точно так же Как Бог освободил израильтян из Египта Павел говорит Что Христос избавил нас И искупил нас от власти греха Старое Нужно оставить позади И теперь идти только по направлению к новому Мы вспоминаем о кресте не только в Страстную Пятницу Или во время причастия Но мы помним о кресте каждое мгновение Каждое мгновение, когда бодрствуем Наша Пасха принесена в жертву за нас Поэтому давайте соблюдать этот праздник День Благодарения Кстати, слово «евхаристия» происходит От греческого слова «евхариста», что значит «благодарю» О, аллилуйя! Мы благодарны Богу, помимо прочего, за то, что Он дал нам власть над грехом И над господством греха Мы помним нашу Пасху Песох означает переход Переход от вечной смерти к вечной жизни Переход из тьмы, безнадежности и мрака в свет и надежду Посредством этой Пасхи мы выведены из рабства греха К свободе и победе в Сыне Божьем Дорогие друзья, каждый кусочек закваски, который скрывается в наших сердцах Каждый кусочек закваски, который скрывается в наших побуждениях В нашем духе, рано или поздно выльется бедой Если мы решительно с ним не разберемся Как это происходит? Через признание своего греха и через покаяние Но это не все Бог дал нам ресурсы Он дал нам ресурсы, чтобы справляться с грехом ежедневно Иногда ежеминутно Он дал нам свой святой дух И дал нам свою святую книгу Давайте посмотрим на стихи с 9 по 13 Тут Павел исправляет недоразумение, возникшее из-за его предыдущего письма Послушайте Иногда люди нарочно неправильно понимают сказанное О, как же часто я это видел В письме, которое он послал им до этого Он сказал им не сообщаться с аморальными, безнравственными людьми Павел имел в виду безнравственных людей в церкви То есть членов церкви, а не тех, кто находится вне церкви И он был в недоумении Он сказал, как вы могли это понять неправильно И он терпеливо объясняет им, что он имел в виду Это недоразумение произошло из-за того, что они полностью отрезали себя от людей мира И терпели грех внутри церкви Они принимали общение без осуждения, без увещевания, без того, чтобы помочь человеку и привести его к покаянию Он говорит, вы не поняли Если вы отделитесь от мира, от неверующих Тогда кто будет им свидетельствовать? Кто расскажет им об Иисусе? Кто приведет их к спасению? Кто скажет им, что Иисус спасает? И в 11 стихе он продолжает говорить о видах аморального поведения Позвольте мне просто разделить их на три категории Это сексуальная распущенность, алчность и идолопоклонство Почему же сексуальная распущенность? Потому что это унижает человека Того, кто регулярно совершает этот грех и не кается в этом грехе Потому что это может привести человека к зоофилии Почему порно и сексуальный грех без покаяния опасен? Потому что сексуальная страсть и сексуальный инстинкт Не должны главенствоваться в нашей жизни В нашей жизни должен безраздельно править Иисус Это оскорбление Святого Духа Божьего, который находится внутри нас И готов помочь нам одержать победу, когда мы просим Его об этом и когда не просим Человек, который не ценит доступную ему силу Святого Духа Всегда будет впадать в привычное греховное поведение Которое становится разрушительным И вторая категория здесь — это алчность Почему он ставит алчность на один уровень С сексуальным извращением? Да потому что каждый жадный человек судит обо всем материалистическими мерками А наша жизнь, наша будущая вечность настолько далеки от материализма, насколько это возможно Есть еще кое-что А жадный человек не дает, а берет Послушайте Бог — это тот, кто дает А сатана только забирает Благочестивый человек дает, а жадный привык только брать и еще раз брать Все, что создал Бог, что-то нам дает Солнце светит, давая нам свет и тепло Деревья дают нам плоды и тень Дождь споливает семена и выращивает пищу Все, что находится под контролем сатаны, забирает И еще раз забирает И ничего при этом не дает взамен В Библии сказано, что сатана крадет, обкрадывает и грабит Ну а третья категория — это идолопоклонство Вы скажете, ну, Майкл, какое отношение ко мне имеет идолопоклонство? Я не достаю статую, как некоторые Допустим, мои друзья Индуисты или буддисты, и не преклоняюсь перед ней Вот это и есть поклонение идолам Пожалуйста, послушайте Если кто-то или что-то занимает законное место Бога в вашей жизни Это и есть форма идолопоклонства Сексуальная безнравственность — это грех против самого себя Алчность — это грех по отношению к другим Идолопоклонство — это грех против Бога Вода, которую дает этот мир, подобно соленой воде Вы когда-нибудь спили соленую воду, когда испытывали жажду? Чем больше вы пьете, тем сильнее хочется пить И чем больше вы пьете это нечто, похожее на воду Тем сильнее вы жаждете Так вы никогда не удовлетворите свою жажду Но слава Богу! За живую воду Господа Иисуса Христа Который освободил нас от власти и господства греха Силой своей собственной крови на кресте Голгофы Он освободил нас И каждое мгновение Он хочет давать нам победу Вопрос только в том, просите ли вы Его о помощи Каждый раз, когда терпите поражение Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok